Ё, чувак! Смотри, что мы взяли с денчиком! ДВС 65 дюймов! Всего за 45 тысяч! Круто! А чё так дёшево? У танки, что ли? Нет, акция! На, держи ссылку! Разместись для твоих подписчиков в описании! Ну тогда распаковываем! Всем привет! Годы идут, технологии развиваются, появляются все новые и новые гаджеты, очки, планшеты, огромные раскладные смартфоны, а телевизор продолжает играть главную роль в доме. Да и в офисе тоже является центром притяжения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В конце Юнити Сель провела большую презентацию в России и показала множество новых продуктов. От мини-лет и кюлет-телеков до холодильников с двойными экоинверторами, кондиционеров с функцией фрешин и обновленной линейкой стиральных машин. Сегодня поговорим о телевизоре TCL C645 CULET 4K Smart TV. Это новая серия с кулет-матрицами, которая представлена широкой размерной сеткой от 50 до 85 дюймов. У нас студия-модель с диагональю 65 дюймов. Это оптимальный размер по оптимальной цене, я считаю. Посмотрите на характеристики. Выделить тут можно матрицу кулет. Само по себе ее применение это практически залог хорошей яркости, достойной контрастности с адекватным динамическим диапазоном, когда и яркая, и темная области одновременно выводятся и погружают вас в контент. Есть HDMI 2.1 для современных консолей, самое то. И, конечно, Android со всеми вытекающими. Комплект стандартный, достаточный, пульт с батарейками, ножки с винтиками, переходник на компонентный кабель, два зажима для кабеля и три наклейки на CI-слот, чтобы туда не заползла живность и не превратила телик в свой дом. Я не шучу, там прям так и написано. Пульт удобной формы большой, работает по Bluetooth, супер эргономичный, по моим ощущениям, и не только мои, многие здесь его потрогали. Кнопки прорезинены и клацают негромко, вот послушайте. На пульт вынесено несколько кнопок быстрого доступа, среди которых российские сервисы Ивики, на поиск ОКО, также есть клавиша медиа для запуска встроенного медиаплеера, ну, фильмы с внешнего накопителя посмотреть, чтобы в два счета, хоп, и готово. А вот вместо клавиши Guard, которая запускает приложение безопасности, я бы хотел видеть YouTube. Им вы явно будете пользоваться чаще. Что для телевизора, то в первую очередь хочу подчеркнуть небольшие рамки справа, слева и сверху. Прям совсем минимальный кантик, куда вложена матрица сама. Посмотрите вблизи, как это выглядит. Ну, а рамка снизу не такая большая, чтобы как-либо напрягать вас. Пластик матовый. Разъемов, в принципе, достаточно, но любителям втыкать много всего хотелось бы, наверное, побольше. Тут три HDMI и один USB. Остальное, как у всех, стандартно. Многих покупателей интересует, чья матрица используется в телевизорах. Я не знаю, зачем это знать, но отвечу. Здесь применяется собственная панель. TCL давно производит экраны, основательно вкладывается в разработку производства. С 2009 года подразделение TCL по направлению телевизоров инвестировало 39 миллиардов долларов. Сейчас у них 9 производственных линий панелей и 5 сборочных цехов по всему миру. Так что им нет смысла закупаться у кого-то. Телек поддерживает кучу стандартов изображения Dolby Vision HDR10+, соответствует стандарту DCI-P3 с широким процентным охватом. Яркость при этом 450 нит. И хотя даже у самой TCL есть панели с яркостью выше, картинка у C645 все же приятная. И хорошо читается и в свет и в солнечный день. Помню, у меня был один телек за 30 тысяч рублей, ну типа топ за свои деньги. Так вот, увидеть в нем что-либо можно было лишь с выключенным светом и с занавешанными окнами. В итоге вся семья превращалась в кротов, которая пытается что-то там разглядеть. Я намучился с тем телеком и слил на авито. Ну а вот с этим TCL такой проблемы нет. Предустановленных режимов цветопередачи несколько. Это стандарт, расширение HDR, спорт, кино, игра, динамические. При этом, если вас что-то не устраивает в картинке, вы можете зайти в дополнительные параметры и в каждом режиме еще всякое отрегулировать. Подогнав картинку под свое цветовосприятие. Кстати, тут есть уплавнялка MEMS и лично у меня она вызывает смешанные чувства. Я не люблю, когда художественный фильм выглядит как ускоренная репортажка и всегда выключая. Детям наоборот заходит такой режим. В общем, вы тут опять же в каждом режиме можете ее настроить на свой вкус. Уплавнялку эту выключить или включить. Или даже наоборот можно ускоренное какое-то видео сделать более художественным. К картинке претензий к конкретному образу у меня нет. Ни облачков, которые бросались бы в глаза, ни к углам обзора у меня, ну, реально нет никаких претензий. Реально хорошая для такого класса матрица. Не зря бабки в производство экранов вкидывали. Молодцы. Что до звука, тут есть россыпь различных кодеков. Типа Dolby Atmos, DTS HD, DTS Virtual X. Но надо понимать, что звук выводится из пары 10-ваттных динамиков. И они чисто по физике не могут дать вам кинотеатрального эффекта. Ну, вот просто нормальный обычный звук. Уровень громкости неплохой и даже нашу 45-метровую студию заполняет. Но эффекта вау здесь нет. У TCL для любителей хорошего звука есть саундбар. Вот он бы составил отличную компанию этому телику. Ну вот, послушайте. Не, ну громко. Теперь информация для геймеров. Тут предусмотрен один разъем HDMI 2.1 с LLM и ARC для современных консолей. Предусмотрен режим мастер игры, через который вы можете вывести FPS. Насколько вам точно судить не могу, но за интересную особенность, за интересную возможность спасибо. Похоже на правду то, что он выводит. Также через игровой режим можно активировать игровую уплавнялку DLG 120 Гц. Частота обновления панели как бы повысится с 60 до 120 Гц путем понижения разрешения до Full HD. Но работает это хитрым образом. За одну секунду четные и нечетные строки выводятся с частотой 60 Гц в перемешку. По горизонтали разрешение остается максимальным 3840 точек, а вот по вертикали снижается в два раза. В ряде сценариев это может приводить к мерцанию картинки. И работает этот режим, насколько я понял, далеко не во всех тайтлах. Хотя те, что мы проверили, вроде там везде работает. Но мне на самом деле и без мастера игры и его фишек в 60 Гц играется нормально. Как по картинке, так и по скорости отклика. А вообще у TCL есть старшие модели с реальной частотой 120 Гц. Можете их рассмотреть, если вам нужны True 120 FPS. А если True 120 FPS не нужны, то вот как бы все равно 120 есть. Добавлю, что игровая панель вызывается удержанием кнопки с полосочками. Там даже есть виртуальный телевизионный прицел. Знаете, вот как в прошлом на мониторах маркером прицел рисовали, чтобы точно хедшотить из АВП. Вот тут это предлагается на софтовом уровне. Связка из чипа на базе Cortex-A55 и 2 ГБ оперативной памяти работает чаще всего плавно. Но нет-нет, дослучаются затупы. Не сильные, но как бы бывает. Реакция на пульт не мгновенная. Но давайте я вам покажу в реальности, как это работает. Ну вот давайте посмотрим на реальную скорость работы. Это мы в YouTube, это я сделал назад в YouTube. Теперь мы уходим на главную страницу. Здесь предлагаю вот пролистать сюда. У нас интернет не самый шустрый, поэтому если что подгружаться может что-то медленно. У нас будет быстрее от домашнего интернета. Здесь список приложений. Так, здесь мы вот листаем, листаем. Подгружается как картинки. Смотрим. В принципе, давайте пищеблок запустим. Пропускаем. Так, вот мы в приложениях, давайте еще вниз пролистаем. Вот, можете здесь программы устанавливать. Либо через поиск, либо так. Заходим в настройки. Изображение, например. Вот такая отзывчивость. С точки зрения доступа к контенту, тут все очень здорово. Ведь он построен на андроиде. И есть магазин Play Market. А это значит, что вы можете установить сюда все легальным образом. Любой сервис онлайн-стриминга, о котором вы слышали, доступен вам. В целом, телевизор можно описать как нормальный, современный. Как говорится, и в дом, и в офис. Большая диагональ за адекватный прайс. Акция в DNS временная, до 16 июля. И судя по тому, что происходит с рублем, я бы на вашем месте не тянул и воспользовался предложением. 45 тысяч за TCL C645 65 дюймов. Это годный вариант. Мне даже вот жена намекает на то, чтобы заменить телек в спальне. И я его рассматриваю. Ссылка в описании. Ну, в общем, это все, что я хотел сказать о данном телевизоре. Пока-пока, друзья. И скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok